Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя. Как передает канал 13, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу. Глава государства отметил, что для нашего народа это отечественная война. Мы освобождаем наши земли от оккупации. За это время доблестная азербайджанская армия освободила от врага много населенных пунктов. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя, потому что Нагорный Карабах – историческая, исконная азербайджанская земля. «Азербайджанский народ веками жил, творил и создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха», – сказал президент страны. Отважный сын Азербайджана, солдат Солнцев Дмитрий Александрович, погиб в битве за освобождение наших земель от оккупации Армении. Ему было 25 лет. Как этнически русский, он был гордым гражданином мультикультурного Азербайджана. Покойся с миром, дорогой Дмитрий. Как передает канал 13, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хихмет Гаджев, написал на своей странице в Твиттер. Отметим, что азербайджанский военнослужащий Дмитрий Солнцев, погибший в боях за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации, похоронен во второй аллее шехидов. Сегодня в Кафедральном соборе святых жен Мироносец в Баку была проведена прощальная церемония с Дмитрием Солнцевым, в котором участвовали его родные и близкие. Ранее перед домом Дмитрия Солнцева прошла церемония прощания, в которой участвовали официальные представители государственных структур, депутаты Мили Меджлиса, представители общественности и другие. Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об артиллерийском обстреле с армянской стороны подразделений Вооруженных сил Республики через пять минут после вступления в силу нового режима прекращения огня. 26 октября в 08.05 армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу из города Лачин подразделения азербайджанской армии в селе Софиян Лачинского района, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Армения размещает доставленных из Сирии Ирака боевиков террористическая организация ПКК на территории оккупированного Нагорного Карабаха. Как передает канал 13 со ссылкой на Надулу, об этом передают источники в турецких спецслужбах. Согласно информации террористов, одевают военную форму Вооруженных сил Азербайджана. Переброшенных армянской стороной боевиков разместили в городе Шуша оккупированного Нагорного Карабаха. Отмечается, что тем самым армяне пытаются ввести в заблуждение азербайджанских военнослужащих. В случае гибели террористов армянская сторона планирует выдать их за якобы привлеченных вооруженными силами Азербайджана наемников из Сирии. Ранее помощник президента Азербайджана Хихмет Гаджев заявлял, что Армения использует террористов ПКК на передовой в Нагорном Карабахе. Помимо этого, факт участия в боях против Азербайджана террористов ПКК признал взятый в плен армянский военнослужащий Альберт Микаэлян. Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане за минувшие сутки выросло на 527 человек. Об этом, как передает канал 13, сообщает оперативный штаб при кабинете министров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА